Большой подарок в цветастой ситцевой обложке преподнес Ивановский район своим жителям. Книгу-альбом к 90-летию муниципалитета презентовали в среду в администрации. Это детище большого коллектива авторов, руководства района криведов, журналистов, филологов и самых обычных людей, которые здесь живут и работают. Историческую часть дополнили новыми фактами, скопившимися за годы исследований. Криведы отмотали пленку не на 90 лет назад, а гораздо дальше – обратились к археологическим раскопам. Я попытался вписать историю Ивановского района в контекст не только будущей Ивановской области, но и российской истории. Там проходят страницы, связанные со смотным временем, войной 12-го года, ну естественно, Великой Отечественной войной. Ну и, наверное, из таких вот мини-сенсаций я бы отметил то, что здесь на аэродроме Есюниха восстанавливался после ранения тяжелого, ампутации ног и учился летать заново. Это будущий герой Советского Союза Алексей Петрович Марьесиев. В Ивановском районе уже выходила подобная книга к 80-летию. Новое издание получилось вполне достовернее, красочнее, а главное – богаче на 10 лет. Основа повествования – то, чем живет район сейчас. Фактически такой стоп-кадр 90-летия Ивановского района, что, я думаю, тоже будет интересно будущим поколениям. Что происходило вот в этот год, в 90-летие в районе, как он жил, кто были люди, которые трудились на благо района, чем занимались, какие интересы было, что он собой представляет. Потому что за долгое время существования района, с 90-летия, конечно, происходила переориентация. Тогда он был сельскохозяйственный, сейчас он промышленно-сельскохозяйственный. Книга «Ивановский район» в центре событий поступит в библиотеки, ветеранские и молодежные организации. Глава района Сергей Низов вручил соответствующие сертификаты. Я считаю очень важно, что эта книга поступит в библиотеки. Это большое подспорье нам по краеведению. Мы проводим мероприятия. Я вот полистала ее, тут она очень интересно иллюстрирована. Сравнивая с предыдущей книгой, столичный район, она очень красочная, дополненная материалами. Впрочем, тем, кто приложил руку к изданию книги, мало, чтобы ее просто читали. Она должна подталкивать к чему-то большему. Например, к желанию узнать что-то новое о жизни Ивановского района. Или посетить какое-то живописное место на территории муниципалитета. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.